Согласитесь, было бы здорово взять некий инструмент, настроить его определенным образом, а затем, прикладывая его графику, видеть, где цена развернется в будущем. Кто-то думает, что таким инструментом является сетка Фибоначчи, которая при определенных настройках предсказывает будущие развороты. Но можно ли его применять в реальной торговле и какие настройки лучше использовать? В этом сегодня и разберемся. Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Сетка Фибоначчи или линии Фибоначчи – это инструмент теханализа, который позволяет, по замыслу его создателей, искать место, где развернется цена. При этом настройки можно менять. В прошлом видео я рассказал, как использовать классические настройки. Кому интересно, посмотрите мой вебинар «Классическая настройка линии Фибоначчи». Ссылка на него будет в описании к этому видео. Развороты на некоторых инструментах хорошо прогнозировать при классических настройках, но есть акции, фьючерсы или валютные пары, лучше отрабатывающие другие настройки, в частности, метод третей. И от того, насколько хорошо вы освоите этот метод, будет зависеть успех вашего входа в сделку на этом финансовом активе. Поэтому в первой части мы разберемся, как настраивать сетку для входа и цели. Но рынок – это живая структура, поэтому практически нет инструментов, которые работают строго либо по классике Фибоначчи, либо по методу третей или четвертей. И для этого во второй части будет тест на закрепление материала. Тест будет организован от простого к сложному. Обязательно досмотрите видео до конца, потому что в конце я дам вам несколько простых правил, которые позволят использовать метод третей как инструмент для оценки тренда. В одном ролике невозможно охватить все аспекты торговли по Price Action. Помимо сегодняшней темы, есть различные аспекты, влияющие на прибыльность. Например, оценка поведения цены на разных таймфреймах, паттерны, влияние силы тренда на продолжительность движения и многое другое. И все это отражается на прибыльности торговли. Загляните на YouTube канал Admiral Markets, где вы найдете много материалов по Price Action, которые могут привести вас к прибыльному трейдингу на бирже. Если захотите задать вопросы вживую, приходите на мои бесплатные вебинары, они проходят раз в две недели по вечерам в четверг на площадке Admiral Markets. Ссылка для регистрации в описании к этому видео. Кто решит глубже познакомиться с темой занятия, может скачать эту презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании к видео. В группе много материалов по трейдингу в свободном доступе. Знакомствуемся с методом третей, начнем с оценки отката. Все движение ценовой волны принимаем за 100%. Тогда ждем, что откат, скорее всего, закончится на уровне 1 трети от всего движения. Если откат не закончится на 1 трети, то, согласно методу третей, ждем разворот на уровне 2 третей. И здесь я хочу с вами поделиться одним секретом. Вы, наверное, не раз слышали, что ни уровни FIBA, ни какие-либо другие не работают в 100% случаях. Верно? Тогда как быть? Секрет заключается в том, что все эти уровни нужно воспринимать лишь как гипотезу. А для входа нужно искать подтверждение. В первом случае мы движение брали за 100% и так прогнозировали, где кончится откат. А сейчас по откату будем прогнозировать, где может закончиться рост. Первая точка разворота может наступить на уровне 133%. Если уровень 133 прошел без остановок, то следующий локальный разворот может ждать на 2 третях движения. Редко, когда цена без откатов проходит целый диапазон. Поэтому, если прошли 166% и идем выше, стоит ждать остановку, когда цена пройдет целый диапазон. Как это использовать? Во-первых, так можно намечать цели выхода или входа в контртренд. А во-вторых, это хороший способ оценки тенденций. Но я немного забегая вперед, об этом расскажу, как и обещал, ближе к концу ролика, когда буду говорить о правилах. Поэтому досмотрите это видео до конца. Метод третей хорошо зарекомендовал себя для оценки выхода из флага или треугольника. В случае флага за 100% берем диапазон флага, а уровни целей будут располагаться так, как это показано на схеме. В случае треугольника используем тот же принцип, только за 100% берется диапазон первого отката, сформировавшего треугольник. Схема это здорово, но без примеров на графике окончательно разобраться в теме не получится. Потому что вся суть в деталях и нюансах. Друзья, если вам нравится то, что я делаю, поставьте пожалуйста лайк. Теперь пару слов о настройках. Для изменения настроек кликаем правой кнопкой и выбираем свойства. Переходим во вкладку уровней и в правом столбце удаляем настройки по умолчанию. После чего задаем свои настройки. В левом столбце задаем пропорции уровня, а в правом описании. Ну вот так все просто. Мы разобрались с теорией, а прямо сейчас давайте попрактикуемся. Посмотрите и скажите, как правильно натянуть сетку Фибоначчи, чтобы оценить по методу третей до какого уровня снизится цена. Готовы? Поехали! Правильный ответ. Вариант N. Это конечно не классический треугольник. Центральная часть выбивается из стандарта, но так вполне допустимо натянуть сетку для оценки потенциала движения. Вариант A спорный, так как лучше сделать как в первом случае. Вариант S неверный, потому что сетка натянута на движение, а не на откат. Второй пример. Определите, как провести сетку Фибоначчи, чтобы оценить до какого уровня снизится цена, пока не развернется. Это правильный ответ, потому что для того, чтобы оценить потенциал снижения, мы натянули линии Фибоначчи на последний откат. Но здесь есть важный момент. Проекция линии совпадает с графическим уровнем, а это усиливает уровень. Это ошибка, потому что натянули сетку на движение. Это допустимый вариант, потому что проекцию снижения оцениваем по диапазону широкого бокового движения с потенциалом снижения. Третий пример. Определите, как накинуть сетку для того, чтобы оценить до какого уровня вырастет цена, пока не развернется. Это верный вариант. Вас не должна смущать проторговка на откате, потому что сетку натягиваете только между максимум и минимум волны. Это неверно, потому что сетку натянули на движение. Это тоже неверно, потому что волна – внутренняя история на откате. Думаю, так натягивать не стоит. Четвертый пример. Постарайтесь оценить ситуацию в целом. Учтите, что цена сформировала флаг. Определите, как накинуть сетку для того, чтобы понять, до какого уровня цена вырастет, пока не развернется. Это неверный ответ, потому что накинули линии на движение, причем не на полное, а только на часть. Тоже неверный ответ, потому что сетку накинули на часть диапазона. А это правильный вариант. Интересно, кто-нибудь обратил внимание, что в данном примере графический уровень был усилен линиями Фибоначчи. Пример 5. Определите, как нужно провести линии Фибоначчи, чтобы оценить, где будет остановлен рост цены. Это неверный ответ, но обратите внимание, что если бы мы оценивали предыдущее движение, то таким образом смогли бы найти место окончания роста. Это ошибка, потому что сетку накинули на волну движения. А это правильный вариант. Обратите внимание, что цена очень точно реагирует на настройки по методу третей. Пример 6. Как думаете, какой вариант здесь подойдет? Это неверно для оценки дальнейшего движения, но откат таким образом спрогнозировать можно. Это неверно по двум причинам. Самое главное, для оценки движения взяли предыдущее движение. Но и здесь ошибка, потому что использовали не всю волну, а только ее часть. Это правильный ответ. Для прогноза разворота накинули сетку на откат. Мы уже прошли половину теста. Напишите, пожалуйста, в комментариях, подходит ли для вас такой метод настройки линий Фибоначчи, или все-таки предпочитаете классику. Пример 7. Определите, как нужно провести линии Фибоначчи, чтобы оценить, где вероятнее всего произойдет разворот. Это ошибка, потому что сетка натянута лишь на часть волны. Это совсем неверно, потому что сетка накинута на движение, а нужно было брать откат. А это верный вариант. И цена в нескольких местах развернулась на этих уровнях. Пример 8. Определите, как нужно провести линии Фибоначчи, чтобы оценить, где вероятнее всего произойдет остановка цены. Но будьте внимательны. Тесты, как говорил вначале, усложняются. Сейчас идут самые сложные. Это неверный вариант, потому что не использовали максимум отката. Этот вариант подходит, потому что используют минимум и максимум отката. Здесь нужно было учесть, что минимумы на одном уровне. То есть формально это неверно, но по факту все верно. Это тоже правильный ответ, потому что в данном случае накинули сетку, когда сформировался диапазон. Девятый пример. Подумайте, какой вариант правильный. Помните, что сейчас блок усложненных примеров. Это правильный ответ, потому что до этого цена росла и накидывая на откат мы оцениваем, как далеко цена могла вырасти. Это неверно, потому что накинули сетку внутри диапазона. Если выбрали вариант D, то сможете его засчитать, если рассуждали примерно так. Цена сформировала на максимуме двойную вершину, фигуру ослабления тенденции. И если пробьет уровень поддержки, то можно оценить, куда снизится. Кому интересно узнать больше о двойной вершине, посмотрите мой вебинар «Прайс-экшн. Фигура. Двойная вершина. Дно. Полное руководство». Ссылка на него будет в описании. Мы на финише. Определите, как нужно провести линии Фибоначчи, чтобы оценить, где вероятнее всего произойдет окончание роста. Это неверный вариант, потому что для оценки движения нужно было брать последний откат. Это тоже неверный ответ, потому что взяли предпоследний откат. А это верный ответ. Сетку Фибоначчи накинули на последний откат и он дал прогноз по движению. Линии Фибоначчи кто-то может посчитать спорным инструментом, поэтому сейчас, как и обещал, покажу прием, который позволяет их использовать для оценки тенденции. Вернемся к первому варианту десятого примера. Посмотрите, цена прошла вверх, две трети и ушла ниже. Во втором варианте похожая ситуация. Цена не преодолела зону в две трети и идет ниже. В последнем случае все повторяется. Какой вывод? Очень часто, когда цена раз за разом разворачивается от зоны двух третей от предыдущего отката, происходит ослабление тенденции. И в таком случае ждем бокового движения. Вторым признаком ослабления движения будет слабость на откате. Та ситуация, когда откат будет больше двух третей предыдущего движения. Так что даже если вы не верите в развороты на линиях Фибоначчи, вы можете использовать этот инструмент сугубо в практических целях. И последнее правило. Мы с ним уже сталкивались раньше. Если линия Фибоначчи совпадает с графическим уровнем, она его усиливает. Помните четвертый пример? Это как раз тот самый случай. Поэтому если отмечаете уровни, проверьте, нет ли совпадений с линиями Фибоначчи. А сейчас подведем итоги теста. Почитайте правильные ответы. Подходите к торговле ответственно. Трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Вы прошли тест, если набрали 10 баллов и выше. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях, напишите комментарий, расскажите сколько баллов набрали, подписывайтесь на канал Admiral Markets и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!